Как же выказать это утверждение из теоремы Бернш-страсса? Ну вот так, теорема Бернш-страсса изначально, давайте покажу для такого вот случая, совсем не имеющего отношения к иммунитурическому враче. Классическая теорема. Пусть у нас есть функция f непрерывная на отрезке 0,1. Тогда для всякого ε больше 0 найдется многочлен b ε. Обычный многочлен, вот как в школе изучается. Такое, что f от x минус b ε от x меньше ε для всех x. ε от x и z от x. Т.е. для всякой необходимой функции, сколь угодно близко, к ней можно подойти многочлен. Значит, вот по этому утверждениям есть много разных доказательств. Одно из таких самых красивых и простых придумал Бернштейн. Бернштейн. Значит, вот давайте я, так как я тоже не удаваюсь, какие-то толкости большие. Чем замечательно какая-то Бернштейн? Это просто ответ. Сразу дается ответ на то, какой многочлен надо взять. Но ответ такой очень тесно связан с кировой вероятностью и с тем, что мы обсуждали на прошлой лекции, когда мы бросали на них. Значит, вот эти доказательства устроены так. Давайте возьмем вот такой многочлен. Берн от x. Он устроен прям вот явной формулой. То есть это сумма ak от 0 до n. r от k разделить на n. c из n по k. x в степени k. 1 минус x в степени n минус k. Вот когда так сообщается, это крышлен, конечно, тоже может доказать, что он приближает. Но встает вопрос о том, что такое может подбук взяться. Но мы с вами теперь понимаем, как это крышлен мог взяться. Вот смотрите, что такое k разделить на n. Вообще, что это напоминает? Что это за c из n по k? c из n по k. x в степени k. x в степени n минус k. Значит, посмотрим на бросание монет. Вот мы будем бросать монетку с вероятностью успеха x. x – это число от природы единицы. То есть она падает на 1 с вероятностью x, а на 1 с вероятностью x. Тогда что такое c из n по k? x в степени k. 1 минус x в степени n минус k. Это как угодно. Вы помните вероятность, что выпало k успеха в n бросали. Правильно? Вот n раз бросали монетку, k успеха успеха. Вот это вероятность этого самого. Теперь смотрите. Стоит f от k разделить n. Что такое k разделить n? Если k – это число успеха. k разделить n – это доля успеха. Правда? Значит, есть такая случайная величина. Это мы тоже в прошлый раз обсуждали. Давайте n у нас начнем. Это случайная величина, которая просто вам начнет доля успеха. Доля успеха. Если выпало k единицы, то доля успеха – это k разделить на n. Тогда смотрите, что здесь написано. Вероятность того, что выпало k успеха. И f от значения n. Когда у нас значение исключательное число, умножается вероятность. Это что такое? Что такое значение умножить на вероятность кислошечника? Это математическое ожидание. Это уже раз уже обсуждалось. Значит, вот это просто математическое ожидание r от числа успеха. Где математическое ожидание просчитывает в ситуации, что вот мы бросаем монету с вероятностью успеха x. То есть в качестве приближающего многочлена надо взять следующий многочлен. Надо бросать монету n раз с вероятностью успеха x. И найти математическое ожидание вот какой случайный причин. Значит, почему этот ответ действительно приближает, почему этот многочлен приближает f от x? Вот смотрите, как это происходит. Посмотрим разницу f от x минус математическое ожидание. f, nu, n. Помним, что математическое ожидание константы, это сама константа. Значит, это математическое ожидание f от x минус f от n. Так, а теперь давайте смотреть, почему бы это могло быть маленьким. У нас f как они, не плюют. Да? Что значит, что f не плюют? Это значит, что если ее аргументы мало отличаются, то и значение должно отличаться что? Мало. Понятно? Теперь смотрите, что значит, что x и n мало отличаются. Это что, от чего мало отличаются. Это отличается вероятность успеха от чистоты успеха. Правда? От доли успеха. А что мы с вами знаем? Мы знаем, что, смотрите как, если они мало отличаются, то из-за непрерывности f эта разность маленькая. А что происходит там, где они много отличаются? Что мы знаем про вероятность события, что вероятность успеха отличается сильно от доли успеха. Мы знаем по закону больших чисел, что такое событие вероятностью стремится к чему? Нулю. То есть получается, что вот здесь написано некая случайная величина. Да? И при больших n мы с большой вероятностью уверены в чем-то, что x мало отличается от миллиона. А значит и все это отношение мало отличается от нуля. Вот по этой причине это математическое ожидание приближает f от x. Значит это конечно можно строго расписать, но вот откуда это вероятность. Для тех исходов, когда x оказался мало отличным от нуля, малость этой разницы просто за счет того, что f не вероятность. Потому что при больших n вот эта величина должна приближаться к x. Понятно? Вот частота успеха должна приближаться к вероятности успеха. Поэтому это разница и цифра. Вот это теорема Двергстрасса с явным ответом. Здесь получается, что такие многочлены приближаются к вероятности цели. Их стало аппетитным что в этом машина, так что к нам всем все еще проблема, что вот эта передача добита, но за тем что в этом kullет,